Добрый вечер, дорогие телезрители! Добрый вечер, дорогие телезрители! Добрый вечер, дорогие телезрители! Мы знаем ответ, и, так скажем, эта развязка, она будет уже оглашена и будет понятна только в тот срок или в ту дату, которую вынесет Конституционный суд? Давайте так рассуждать логически попытаемся, хотя с точки зрения логики наших политиков очень сложно обсуждать. Президент заявил перед отъездом за границу, что будет созван Республиканский совет партии социалистов. Это будет 6-7 июня? Да, которая примет решение. Она может принять, когда будет срок, она может принять, или он, Республиканский совет, может принять решение. А. Продолжить переговоры с АКУМ, любой ценой, тролливали и так далее. Б. Начать переговоры с Демократической партией. И следующая буква, алфаверта, В. Дело в том, что я на одной передаче задумался, потом пропустил В и сказал Д, и все ждал, что когда меня нарушили в СССР. И оппоненты этим использовались. И третий вариант, это досрочные выборы. Объявят, что ни с кем не идем на переговоры и готовы к досрочным выборам. Поэтому давайте возьмем вот это. Вы считаете, что в принципе станет более или менее все понятно после Национального совета. Да, Республиканский совет. Республиканского совета партии социалистов. Да, безусловно. Был их юрист, который сообщил, Фадей Ногачевский, который сообщил, что этот совет состоится 6 или 7 июня. То есть вы считаете, что до этого срока не будет ясности? Нет, ну может быть будут какие-то сливы информации, но окончательное решение будет принято на этом совете. Поэтому давайте будем ждать с нетерпением, с большим терпением этот совет и узнаем. Дело в том, что это самая большая фракция и в принципе мы видим, что АКУМ, Демпартия невозможна. Других вариантов нет. Все зависит сейчас от партии социалиста. Понятно, спасибо большое за ответ. Госпожа Семенова, сколько будет продолжаться в Молдове политический марлезонский балет? Как вы считаете? Вот вы нам не давали свои прогнозы. Будут ли ожидать нам досрочных выборов? Я извиняюсь, на этот ответ она может ответить вечно, будет продолжаться. Да, я только хотела сказать, что у нас не политика, у нас игра престолов. Понимаете? Вот я сейчас смотрю на конец. И у нас чистой воды игра престолов. Потому что у нас политики не занимаются политикой. Политики занимаются чем угодно. Понимаете? Но не занимаются политикой. И то есть те надежды, которые возлагали избиратели в поствыборный период, в первый поствыборный период, что будет создана какая-то коалиция, что как-то сдвинется с мертвой точки, что что-то где-то начнет работать, они не оправдались. И я боюсь, что все-таки я бы дала 80% досрочных выборов. Потому что если бы социалисты хотели идти на переговоры с ОКОМ, они давным-давно бы уже это сделали. Понимаете? Без решения любого республиканского совета. Но просто республиканский совет состагивался через несколько месяцев. Сколько уже? Значит, март, апрель, май, июнь. Через три с половиной месяца, считаем, после выборов. Но это вообще немыслимо. Я хочу поправить. Сейчас немножко можно ввести в заблуждение публику. Было заседание республиканского совета, партии социалистов. Они приняли решение идти на коалицию с ОКОМ. Извините, да, на ОКОМ. И на срочные выборы. И определенные условия там поставили. Причем очень такие, на мой взгляд, удивительные. Они, как потом расшифровка была, они готовы были отдать ОКОМу постпремьер-министра. Весь финансовый блок, весь экономический блок, весь юридический блок, весь культурно-образовательный блок, весь все здравоохранение. Создравоохранение, социалки и так далее. И это решение в силе осталось. Оно еще в силе. Я почему говорю, что у нас не политика, а игра престолов. Сначала, значит, ОКОМ ходил невестой, теперь социалисты ходят невестой. ОКОМ уже говорит сейчас, на данном этапе, что мы готовы переговариваться. Но я не знаю, я просто вижу в развитии ситуации, что, вероятно, будут досрочные выборы. Другой вопрос, кому они нужны. По-моему, никому не нужны есть те, кто попал в парламент, и те, кто собирается в парламент. По-моему, никому не нужны. Но они не смогут преодолеть этот кризис сложившийся, да? А кто возьмет на себя ответственность за досрочные выборы, в случае, если они состоятся? Вот на ваш взгляд. Ну, вы знаете, вот я считаю, что ответственность за досрочные выборы должны взять на себя те партии, на которых возлагали надежды, и которые не сумели договориться. Это партии, которые декларируют борьбу с олигархическим режимом. Это блок ОКОМ и социалисты. То есть демократы в случае досрочных выборов окажутся в выигрыше? А демократы уже сейчас в выигрыше. Вы знаете, разговаривала с кучей людей, разговаривала с очень многими людьми из разных сфер. Абсолютно. И они говорят, вот демократы сидят, молчат и что-то делают. В том смысле, что каким-то образом дороги ченят, еще что-то происходит. В экономике имеется в виду, понимаете? И вот мне люди говорят. Люди, которые голосовали не за демократическую партию. Понимаете? Вот ситуация какая. То есть каждый день, который затягивает создание коалиции, приводит к тому, что у двух крупных парламентских фракций, у крупной партии и у оппозиционных правых партий становится все меньше и меньше симпатизантов. Это не значит, что эти люди в случае досрочных выборов не будут опять за них голосовать. Но знаете, как вот, что душа все меньше и меньше лежит. Спасибо за ответ, господин Андреевский. Вы сказали о том, что демократическая партия, вы постоянно говорили о том, что социалисты, они слишком, так скажем, пристально прислушиваются к тому, что им говорят партнеры из Российской Федерации, что не должно бы так, чтобы геополитический фактор играл в этом решающую роль. Но вы знаете, есть и другая информация. Есть информация о том, что тут нисколько социалисты не хотят делать коалицию. Это в дополнение к вашему первому ответу с демократической партией, потому что им Россия как бы дала определенные советы. Но и со стороны демократической партии определенные страхи или определенные опасения, так скажем, перед европейскими партнерами и друзьями, которые не позволяют им создать коалицию с пророссийской политической силой. Насколько совместим вообще этот союз? Давайте так разложим эти пазлы. Если бы, я бы вам согласился с вами, если бы было решение демократической партии вести переговоры только с АКУМ и больше ни с кем не вести переговоры, значит, тогда ясно. Но они же никому больше не предложили, кроме АКУМ. Уже столько времени прошло. А они не могут предложить. Мы уже сейчас эту ситуацию очень много раз обсуждали. Нельзя предлагать сейчас что-то социалистам, у которого есть решение республиканского совета, только АКУМ. Если бы там было расплывчатое такое решение, что давайте начнем переговоры со всеми парламентскими партиями и вот на наших условиях. Понимаете, вот когда в первой части я сказал, что вот это они вывалили целую такую, ну, подарочный набор для АКУМа. Это даем, это даем. И это при том, что АКУМ постоянно говорил, не может быть и речи о русском языке, не может быть речи о Гагаузе, ну, то, что у них в программных требованиях, что они тоже предложили. Не может быть речи о истории Молдовы в школе. Но они не снимали свои предложения. Даже они не сняли после 9 мая, когда вот известное там заявление Майи Санду, которое покоробило многих сторонников партии социалистов, они не сняли, не отозвали решение республиканского совета. Поэтому, безусловно, и, понимаете, мне вот, я с одной стороны вижу вот этот перегиб со стороны партии социалистов, которые все готовы были отдать. И я полностью убежден под давлением Кремля, чтобы показать, смотрите, мы этим, какое-то слово красивое когда-то сказал Горбачев, когда вернулся с заточения, он назвал на букву М тех, кто его заточил. Вот мы всем на букву М готовы отдать, а они вместо того, чтобы все это взять, они говорят, а вы нам дайте еще пост спикера. То есть, такой контрольный выстрел. Но это же вообще уже такое заумное. А в чем проблема? Проблема в том, что они отдавали, ну, сейчас мы говорим блок ОКУМ, хотя как бы там две партии уже, бывший блок ОКУМ. Они все отдавали, но они не удовлетворили амбиции Андрея Анастасия. То есть, да, Майя Санду, премьер-министр, кто я? Подумал Андрей Анастасия. Вот дайте мне пост спикера, и тогда мы будем о чем-то говорить. Ну, они же почему постоянно трогают и говорят о блоке ОКУМ, о коалиции с блоком ОКУМ, если они с самого начала, до выборов, они подписали соглашение о том, что ни в какие коалиции, ни с кем, они вступать не намерены. Ну, дело в том, что если... Зачем постоянно их трогают? И, понимаете, вот демократы очень как-то осторожно, я тоже думаю, под давлением Брюсселя и больше Вашингтона, вы сказали, готовы с блоком ОКУМ. То есть, это было сказано, я абсолютно уверен, даже не для блока ОКУМ, а для Вашингтона. Вы хотите, чтобы был проевропейские силы? Или для Брюсселя? Мы готовы. Блок ОКУМ отказал, и демократы успокоились. А партия социалистов, который Кремль сказал с блоком ОКУМ, не может почему-то успокоиться. Такое впечатление, что они как бы хотят до последнего довести. Я не исключаю, что эта тема сегодня обсуждается сейчас в Нур-Салтане. Или как правильно? Да, в Нур-Салтане, на саммите. Кстати, если честно, это немного, если как госпожа Семенова, она представляет это все и говорит в виде невест, кто-то себя изображает. То если сейчас партия социалистов в роли жениха, то это уже прям какое-то домогательство КОКУМ. То есть, они сразу, с самого начала говорили, и своему избирателю они давали определенные обязательства на медиа. Нина, извините, я думаю, что, извиняюсь, что и партия социалистов это прекрасно понимает, что этот брак не получится. Не получится. Но они хотят показать Кремлю, что, смотрите, мы до последнего эту невесту дожимали, но, видите, ничего не получилось. Хорошо. Демократическая партия, как она может пойти на союз с партией социалистов? Как на это посмотрят американские, западные партнеры, европейские партнеры с пророссийской силой? Давайте так. Во-первых, зависимость демократической партии от Запада немножко преувеличена. Ну, согласна, зависимости там может быть и нет. Но, я не думаю, что они полностью не учитывают мнение своих партнеров. Дело в том, что Дадон, особенно, сейчас мы говорим Дадон, лидер социалистов, так его назвала гречаная, на митинге 9 мая, Дадон изменил свою риторику. Если в 2014 году на выборах они шли с программой, где было сказано, что они динонсируют соглашение Молдова-ЕС, то в 2019 году на выборах они сняли это. Если вы внимательно посмотрите все, послушайте выступления Дадона, антиевропейской, антиамериканской риторики уже нет. Да, мы не будем скрывать, это пророссийская партия, находящаяся в определенной зависимости. Но, ее пророссийскость, она не носит сейчас антиевропейского характера. И в этом плане я лично, который достаточно критикует нынешнюю власть России, не вижу для Молдовы опасности в союзе с этой партией. Для любых, я не имею в виду только демократическую партию, если Акумбы был в союзе с этой партией, я не вижу опасности. Партия стала более взвешенной, более здравомыслящей, то есть она уже не такая радикальность, как была в 2013 году. Во всяком случае, в лозунгах, я не буду говорить. Я сомневался в их радикализме, но лозунги были радикальными. Спасибо, госпожа Семенова. Кстати, что думаете на этот счет вы? Это очень важный вопрос. Вот вы знаете что, вы сказали, что если бы свадьба между Акумовцами и социалистами была, то брак был бы невозможен, недолгим. А он и не должен быть долгим. Он и не нужен долгий. На самом деле, понимаете, и тоже об этом очень многие говорили, создайте такую ситуативную коалицию, примите пакет законов, который позволит бороться с олигархией, который устроит и социалистов, и Акумовцев, потому что у них в этом отношении риторика одна. Примите, обдумайте, поговорите, посадите ваших юристов всех вместе. И потом, пожалуйста, распадайте, объявляйтесь в досрочные выборы и так далее. Сделайте что-то. Понимаете, если они говорят, а надо сказать бы, если они уже сказали вслух, и уже несколько месяцев это все обсуждается, что да, они, значит, готовы рассмотреть и социалисты, и Акумовцы, они готовы рассмотреть именно эту коалицию, то почему за все время они встречались сколько раз? Один-два раза. Почему они не садятся каждую неделю и не пытаются договориться? У нас беда в том, что мы вообще не умеем договариваться. У нас беда в том, что у нас у всех амбиции. Ну вот у меня недавно был даже Урикян в программе, он вспоминал, как они создавали коалицию, он говорил, что они совещались и день, и ночь. Ну правильно, это надо сесть, надо сесть разговаривать, но как иначе? Как иначе? Мы, значит, теперь люди вообще не понимают, что происходит на самом деле. Одни стали в позу, люди, другие стали в позу. Что происходит? Почему не? Люди хотят нормальной жизни, понимаете? Люди хотят нормальной жизни. То есть им абсолютно все равно, просто граждане, кто с кем объединиться? Да, бизнес хочет, чтобы заработали институты, которые у нас сейчас вообще в таком подвешенном состоянии, понимаете? И чтобы была какая-то ясность, была какая-то логика в развитии. У нас стагнация полнейшая по всем вот параметрам. Только из-за того, что вот эти ребята просто не умеют садиться за стол переговоров и переговариваться. Ярлыки клеить они умеют, что с одной стороны, что с другой стороны. А просто вот сесть и говорить они не могут. И теперь весь народ ходит и думает, а что у нас тут вообще есть, будет? Хорошо, вы 80% предрекаете, что все-таки 80% состоятся досрочные выборы. Какой будет расклад сил тогда в случае досрочных выборов? Поменяется ли что-то значительно? Нет, значительно нет. Значительно не поменяется. Хорошо, господин Андреевский, вы наблюдали о сегодняшних событиях геополитического, так скажем, характера. Сегодня президент Молдовы Игорь Дадон принимает участие в Нур-Салтане в саммите Еврозес. Он там выступил, кстати, в этот момент в средствах массовой информации появилась интересная новость, что нашу страну вскоре посетят известные гости. Никто другой, как небезызвестный Дмитрий Козак посетит нашу страну. А также под конец дня появилась новость, что Молдову также посетит Яханис Хан. Кто знает, кто позвал и с чем эти гостей будут встречать не случайно. Хотя Дмитрий Козак почему приезжает и с каким вопросом Юханис Хан на тот момент, когда появилась новость, не были указаны темы его визита. Но то, что Дмитрий Козак приезжает, он приезжает по экономическим и социальным вопросам. Как вы считаете, господин Андреевский? Хорошо, я сейчас отвечу только маленький комментарий по надо сесть и вести переговоры. Вы понимаете, безусловно, надо садиться, надо вести переговоры. Но когда мы сейчас в данной ситуации говорим о КУМ и партии социалистов, поверьте, я не защитник партии социалистов, как они могут сесть на переговоры, если сразу же ставится условие, что пост спикера нужно отдать Андрею Анастасову. Как вы себе представляете, переговоры, где ставится во главе переговоры ультиматум. Что мы готовы, но вы, кроме премьер-министра, вы отдаете пост спикера. Это первое. Второе. Я вот в олигархический режим, я не очень, честно говоря, понимаю это, потому что на самом деле у нас функционирует то, что я называю система Воронина, и нужно демонтировать вот эту систему, которая была создана во времена Воронина. Я написал об этом большую статью, и вот вроде бы все красиво звучит, но в этой красоте, что вы говорите, поговорили, демонтировали, ну как бы не называть, алигархическая, воронинская система, и досрочные выборы, но они должны вначале избрать и правительство, потому что законы должны пройти через правительство, есть такая как бы система. То есть они должны, премьер-министра, они должны поделить посты, а вот тут как раз и зарыта собака, потому что как только они поделят все посты, поверьте, они забудут и об этих законах, и обо всем, они будут думать, как дальше сохраниться у власти. Никто не будет распускать парламент. Поэтому это все-таки общие разговоры, мы распустим парламент. И в этом плане у них, я думаю, очень большие противоречия. Их готовы были, социалисты, пойти на уступки, но они, вот, пост спикера, это стал как бы вот такой темой раздора, яблоко раздора, которое и привело к тому, что они не смогли договориться. Я уже не говорю о том, что опросы показывают, что большинство сторонников партии социалистов против этой коалиции. Но теперь к вопросу... Можно быстренько только, ставлю быстренько пять копеек. Туда, туда, обращайтесь, никому не. Значит, политика искусства невозможного. На то и политики, чтобы уметь разговаривать, и уметь уговаривать, и уметь находить консенсус. Понимаете? А так как у нас просто вот, он хочет пост спикера, все, мы больше не будем с ним разговаривать, потому что он хочет пост спикера. Что это такое? Это что, сосед по лестничной клетке? Не хочет ремонт делать? Вот я тоже сейчас перебью вас, извините. А как могла отреагировать партия социалистов, если они пришли на переговоры во главе с Зенитой Гречаной, а тут сообщается, что руководство АКУМ не будет переговаривать, а посылает вторых лиц? А как можно договариваться с людьми, которые приходят к президенту и отказываются пожать руку президенту, который пригласил? То есть, один раз... А зачем тогда заявлять, что мы будем с ней вести? Нет, нет, один раз плюнули, второй раз плюнули. Ну, понимаете, я критикую партию социалистов, но в данном случае я становлюсь ее защитой. Ну, нельзя терпеть эти плевки постоянные? А я наоборот, всегда за партию социалистов раскрываю. Вы готовы, чтобы их оплевали. Но сейчас, нет, но сейчас, понимаете, либо тогда не заявляйте, что мы будем вести переговоры и будем говорить только с АКУМ. Не надо этого заявлять тогда. Они заявили, они, которые были на высшем уровне вести переговоры. А АКУМ демонстративно отказался от этого. И что делать в этой ситуации? Послушайте, кто-то должен быть умнее вообще в этой ситуации. Ведь кто-то должен вообще думать о стране. А, кстати, как-то странно, как никогда умнее. Нет, ну, правильно, кто-то должен быть умнее. Но это не значит, что умный должен быть оплеванный со всех сторон и запинаемый ногами. Да, ну, всё правильно, понимаете. Но, не знаю, мне кажется, в любом случае, вот в такой ситуации, когда за тобой стоят люди, когда, извините за пафос, конечно, я понимаю, что это не для Молдовы, да? Что когда за тобой стоят люди, когда у тебя ответственность за страну ты принял на себя до гордости литвы? Вот вы поедете к тем людям в Гагаузию, в Тараклию, на Северном Молдове, спросите, вы стоите за тем, что был союз с САКУМ? Я вот только недавно приехала из Гагаузии. И они за союз с САКУМ? Вот да. Они сказали так мне. Они сказали, да пускай хоть чёртом, но только чтобы мы нормально жили и чтобы работали законы. Вот как они говорят. Понимаете? Хорошо. Я не буду спрашивать, кто вам это сказал, но я думаю, что ни один Гагауз публично не скажет, что за союз с САКУМ. Отвечаю на ваш вопрос. Я хотела бы спросить. По визиту. По геополитике. Ну давайте, я его задала по поводу геополитических процессов. К нам, я напомню нашему телезрителю, что приезжают, так скажут, нас посетят нашу страну вскоре очень известные гости. Как говорят в народе, умел в гости звать, умеет встречать. С чем будем встречать гостей? Как вы думаете, каковы истинные цели приезда? И причём так резко анонсировали приезд этих гостей? Громких, так скажем. Почему они приезжают? Действительно по социальным или экономическим вопросам? Ну давайте так. Чуть снова не сказал Рогозин, как до этого кто-то произнёс. Козак. Он сопредседатель комиссии правительственной Молдова-Россия. Я не знаю, с нашей стороны. По экономическим, по социальным вопросам. Я напомню, что Дмитрий Козак очень хорошо знает ситуацию в Молдове. В том числе и в Приднестровье. Если бы он хорошо знал ситуацию в Молдове, он не допустил бы того казуса, который был в 2001 году. Я думаю, всё же ему надо было бы подучить лучше ситуацию в Молдове. Вы думаете, он или... Я думаю, и частично вина лежит на нём. Во всяком случае, Россия брала определённые обязательства, что надо договориться с Западом, что Запад поддержит этот меморандум. И она не договорилась с Западом. И Запад начал давить на Молдову. Но это отдельная тема. Безусловно, Козак очень авторитетный человек в России. Он, кстати, отвечает и за Донбасс, насколько я знаю. И, безусловно, у нас есть очень серьёзные темы разговора с Россией. Я не ошибаюсь. Но вот эту свободную торговлю нам открыли только на 6 месяцев. Скоро срок закончится свободной торговли. И, безусловно, это при том, что у нас сохранится свободная торговля с Украиной, естественно, с Белоруссией, с Казахстаном, с Арменией, с другими странами СНГ. А Россия как бы выходит из этой свободы торговли. При всём при том, что в Россию сейчас идёт не так много продукции. 70% экспорта Молдовы идёт в страны ЕС. Даже с Приднестровья только 10% идёт в Россию. Но всё равно даже вот это небольшое количество, особенно сельхозпродукции, для нас принципиально... Господин Андреевский, вы считаете, что это будут только экономические и социальные вопросы обсуждения? Его визит связан только с этим? Я абсолютно уверен, что только с этим, потому что все остальные вопросы сегодня в Казахстане договорились уже Дадон и Путин. Он, может быть, ему будет поручено тут встретиться с некоторыми политиками, ну, например, с Демократической партией, ну, с тем же Филиппом. То есть есть всё-таки другие вопросы политического характера? Я, безусловно, я думаю, на переговорах с Филиппом эти проблемы будут затронуты. Мы не называем, что Филипп и заместитель председателя Демократической партии. Председатель фракции в парламенте. Да, и председатель фракции в парламенте. Поэтому, безусловно, вот эти темы будут затронуты. Но это будет очень короткое такое послание от Путина, что вот мы хотим обратить ваше внимание на то-то, то-то. И выяснить вашу позицию. Маленький вопрос. Вы говорите, что всё уже сегодня решили в Казахстане. А что решили? Вы знаете, так получилось, что я не смог там поприсутствовать на встрече Путина с Дадоном. Так что, к сожалению, не могу вам рассказать. Но вы думаете, что что-то решили? Сейчас я завершу. Что касается европейцев, безусловно, их волнует ситуация, куда это дальше пойдёт. Они задержали вот эти деньги, которые обещали Молдове. Есть другие вопросы. И перспективы туманные. Понимаете, вот тут проблема. Я сейчас вернулся с Белоруссией. Я был там на медиафоруме. И я разговаривал с одним человеком из Москвы, который очень хорошо знает ситуацию в Кремле. Один из самых информированных людей в России. И я спросил, а почему вы ставите на Дадона? Ну, Москва. Почему он сделал ставку на Дадона? Допустим, не на Плохотнюка, не на Стаса, не на Санду. И так далее. Он мне ответил очень великолепно. И потряс меня своим ответом. А кто вам сказал, что мы ставим на Дадона? У нас другой кандидат. Ну, я напрягся. Так, так, так. И в это время, кстати, у меня есть свидетель Игорь Волницкий этого разговора. Я говорю, как зовут вашего кандидата? Кандидат Хаос. Мы ставим, чтобы сейчас на постсоветском пространстве все увидели, что без России ничего у них не получается. У Украины ничего не получается, у Молдовы ничего не получается. И так далее. И вот в этой ситуации, вот то, что нас напрягает страшно, что не могут договориться, это попадает в русло вот этой политики ставки на кандидата Хаоса. Ну, и хорошо, что не можете договориться. Значит, вы никчемны. Хаос это что? Это создание хаоса? Ну, безусловно. Хаос. Раздраи. Зачем? Раздраи. Показать, что Молдова ничего не способна сделать без России. Это политика. И Украина ничего. Вы смотрите передачи по Украине, которые... Никчемное государство, никчемный президент. Ни на что не способны и так далее и тому подобное. Ну, хотим и не хотим. Мы сами дали России право так считать, потому что... Ну, вот мы что, не могли договориться? Что не мог тот же Додон Плохотнюк встретиться и сказать, что... Смотрите, ну чего мы сейчас будем... Ну, условно говоря, как вы сказали, ты от Европы будешь ждать что-то от Штатов, я от России. Давай договоримся, как мы обустроим эту страну. И поверьте мне, если бы они договорились, и Россия приняла бы эти договоренности, и Вашингтон, и Брюссель. Потому что все понимают, что, ну, все равно тут будет решаться проблема. А пока вот они туда-сюда, вот это и творится. Спасибо, госпожа Семенова, мне очень важно Ваше мнение по этому вопросу, но мы его выслушаем после очень короткой рекламной паузы. Не переключайтесь. Итак, мы вернули в студию. Напомню, что в прямом эфире программа «Главное». Сегодня я веду Янина Демогла. И сегодня текущую политическую ситуацию в стране мы обсуждаем с гостями нашей студии. Это руководитель Института эффективной политики Виталий Андреевский, а также журналист Юлия Семенова. Госпожа Семенова, и в продолжении нашей темы я напомню, что буквально на следующей неделе нашу страну посетят очень известные гости. С российской стороны это Дмитрий Козак и из Европы нас посетит Яханис Хан. Основные вопросы, по которым они приезжают, известны со стороны господина Козака. И то более конкретно они еще не обозначены. Как вы считаете, это означает то, что геополитические игроки ввязались и хотят распутать политический кризис, который сложился в Молдове? Я все-таки так его назову, хотя я еще не считаю, что это политический кризис. Они приезжают одновременно? Вы знаете, числа не обозначены. Я думаю, что скоро мы узнаем, потому что буквально недавно сегодня вышли эти новости. Это, на ваш взгляд, важный фактор, да? Но если они приезжают одновременно, то не исключено, что они здесь и встретятся. Я думаю, что скрыть эту встречу будет очень сложно. Нет, но понятно, что они встретятся не с глазу на глаз, потому что для этого в Молдове совершенно не незачем ехать в Молдову. Они могут встретиться с лидерами политических партий, все вместе. Знаете, у нас была история, эта история была в 2004 году, когда тоже был кризис, тоже что-то не могли распутать, я уже не помню, что. И когда европейцы предложили создать здесь круглый стол политических партий. И они на этом с помощью этого круглого стола решили проблему. Поэтому вот интересно, они приезжают одновременно или в разное время? С кем они будут встречаться? Извините, но я исключаю, что они встретятся, потому что это будет выглядеть как пакт Козака-Хана по разделу Молдовы. Что мы договорились, вот будете так поступать. То есть официальных встреч не будет, да, господин Бодревский? Я думаю, и неофициальных не будет. Но я не удивлюсь, понимаете, вот у меня еще тоже есть такой вопрос. Мы находимся вот в последние 4 месяца, такое ощущение, что присутствуют негативные явления. Мы находимся в полном информационном вакууме. То есть никаких встреч не происходит. Вот госпожа Семенова сказала, что было две встречи, и то они были такие непутевые между акуми-социалистами. Но какие-то процессы, они же по-любому происходят, и люди не знают, чего ожидать. И на самом деле тут приезжают такие крупные игроки, и вы тоже, в принципе, отмечаете то, что вряд ли мы узнаем, что они официально будут встречаться, потому что это будет выглядеть не совсем корректно. Ну, давайте так вот, приезжает с России человек, что он может сделать? Он может надавить на партии социалистов, давайте соглашайтесь на любые условия с блоком АКУМ, идите на это. Я, кстати, на этот вариант смотрю абсолютно нормально, пусть договариваются. Но это настолько ударит по авторитету партии социалистов на тех условиях, которые... Что оно чуть-чуть позже аукнется очень сильно. Ну, как для Рожки, аукнулся союз с Воронином. Или они скажут АКУМу на любых условиях, идите с Плохотнюком. Если АКУМ заявил уже, что не будет идти с Плохотнюком. То есть, тут не осталось, тут маневр один остался. Это Демпартия и партия социалистов. Это еще более-менее такой маневр, где... Ну, я скажу, что и в обществе. Я знаю настроение, я вот встречался буквально вчера с людьми, ну, очень известными, которые поддерживают партию социалистов. И они мне говорили, что они встречались с Дадонами, тоже передали им от своего имени, что надо договариваться с демократами. Это не значит, что Дадон их послушал, но как бы за этими людьми есть другие люди, это достаточно авторитетные люди. И при всех, как бы, таких нюансах, которые могут вызвать у социалистов по отношению к демократам и у демократов по отношению к социалистам, это более-менее то, что примут их сторонники. Да, может, поворчат какая-то часть, но это не вызовет оттока сторонников. А все другие варианты я сегодня не вижу. Если бы хоть маленький шанс был бы окум партии социалистов, у меня, кстати, одна только встреча была, и то неудачная, когда гречаная ждала, что придут лидеры, они не пришли, она покинула, остался там Мунтян. Ну, тогда пришел Попушой с кем-то еще из депутатов. Слуцарь пришел там, то есть там... Но не уровень председателя фракции. Там уровень заместителей был, они поговорили, по сути, ни до чего не договорились. И это, кстати, тоже большая проблема. Если лидеры не хотели встречаться, надо было спустить на какую-то рабочую группу с экспортами, чтобы они проработали какие-то вопросы и потом уже выносили на обсуждение. А почему вы вот отрицаете то, что официально могут быть эти встречи, господин Андреевский, проходить? Сейчас во всем мире в основном очень популярен, популярна роль медиаторов так называемых. То есть если они не могут договориться, если не хватает им у нас все-таки в Молдове, у нас не так много лет независимости для того, чтобы мы самостоятельно могли как-то разобрать многие процессы. Нет, понимаете, Россия могла еще себе позволить официально, чтобы заявил Киселев на ТВ, что давайте с блоком АКУМ. Козак не может себе это позволить, потому что, понимаете, у России какие скрепы? Гагарин и Победа. А почему они не делают общий круглый стол, как сказала госпожа Семенова, политических партий? Нет, ну хорошо, общий круглый стол, и Козак выступает, объединяйтесь с АКУМ, тут стоит Майя Санду и говорит, ну давайте признайте, что в войне нет победителей. И что Козак в этой ситуации? Оплеванный, встает и уходит оттуда. Понимаете, есть какие-то вещи, где нельзя ставить свой авторитет, участвовать в такого рода мероприятиях, которые не подготовлены. Понимаете, ну что собирать этот круглый стол, кого с кем собирать там, чтобы они начали каждый выступать, ЦИР, Дебатрынча с одной стороны, с другой, там Слуцарь, другие, третий, четвертый, Нантой. Это абсолютно... Это же не имеется, понимаете, это самое, может быть, это какой-то такой доверительный разговор лидеров партий, входящих в парламент, крупных партий. Госпожа Семенова... Понимаете, это же не, так сказать, это мероприятие может проходить без светософитов и без телекамер. Но у нас, госпожа Семенова, в последнее время все проходит без светософитов и телекамер. Так тем более, почему не могут договориться? Кстати, Дадон сегодня выступил на расширенном заседании, значит, Высшего Евразийского экономического совета. Скажите, пожалуйста, как Вы считаете, он также встретился, у него была проведена определенная встреча с главой Российской Федерации, с господином Путиным. Как Вы считаете, там обсуждали сугубо экономические вопросы? Нет, конечно. Нет, конечно. То есть Вы считаете, что и политические договоренности определенные были достигнуты сегодня тоже? По крайней мере, озвучка, вероятно, была. То есть информация из первых уст, скажем так, вероятно была, а почему нет? Я не думаю, что это какое-то преступление. Нет, это не то, что не преступление. Вот очень интересно. Действительно, господин Андреевский отметил, что в последнее время Российская Федерация давала открытые, прямые, так скажем, даже уже не намеки, а пожелание того, что социалисты должны объединиться только с блоком АКУ или досрочные выборы. И вот эти поездки, если уже говорить таким прямым языком, вот эта поездка господина Дадона в Казахстан, с ней многие связывали после встречи Дадона с Путиным определенные изменения в политическом поле, определенные договоренности. Могли бы там достигнуты для того, чтобы, так скажем, изменить или расширить поле зрения социалистов для маневра, для создания коалиции, например, с демократической партией? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Если, скажем, почему именно на саммите? Вы уверены, что президент Молдовы может в любой из дней или в любой из времени прилететь в Москву и встретиться с Путиным? Ну, он вообще после выборов несколько раз уже летал туда-сюда. Понимаете? То есть, почему Россия... Россия сейчас... Я знаю, что, по крайней мере, по моей информации, да, что категорически против Демпартии, и чем дальше, тем больше. Если бы это было не так, в российских СМИ тогда не появлялась бы информация, которая касается Владимира Плохотнюка. В российских СМИ тогда не появлялась бы... Вернее, значит, не была бы арестована сестра Платона, где в бэкграунде говорилось о том, что, значит, к этой схеме... Возможно, что к этой схеме причастен Владимир Плохотнюк, на которого было открыто уголовное дело и так далее и тому подобное. Понимаете? В федеральных СМИ просто так не пишут. А сейчас вот буквально на последней неделе появилось все это. А почему? Почему так... Почему настолько тогда Россия не хочет этого союза? Я не знаю. Что такое могло произойти, чтобы тогда был такой настрой? Господин Андреевский. Значит, несколько нюансов. Но вначале о том, что пишут. Действительно, Россия очень часто использует вот это открытие уголовных дел против каких-то людей, которые находятся за пределами России. И самое яркое это дело, которое было открыто против Игоря Николаевича Смирнова, его невестки, его сына. Оно гремело один год, потом тихо-тихо спустили на тормозах. То есть, это явно было такое политическое давление, которое нужно было оказать давление на Смирнова. По каким-то причинам, которые, может быть, уже сегодня никому не интересны. Второе. Что, почему демократическая партия? Это есть, на мой взгляд, у России определенные причины. Первая демократическая партия, ну, в частности, Влад Плохотнюк, связан с тем, что был арестован Платон. Вернее, его арестовали в Киеве, но отдали Молдове. И это была, как бы, такая необычная ситуация, потому что у него есть украинское гражданство, там не отдавали обычно украинцы своих. И вскрылось дело ландромата, перевода этих 21 миллиарда. И Молдова начала активно расследовать это дело, что не всех устраивало по разным причинам в России. Я напомню, это дело впервые было вскрыто новой газетой по информации ФСБ Московской области. И потом оно было закрыто, это дело, все материалы забрало в центральное ФСБ и в России прекратили расследование. Сейчас даже не буду касаться причин, они, в принципе, понятны, потому что кто-то попал из тех персон, которые нельзя было в обществе обсуждать в это дело. И когда молдавские следователи начали активно ездить в Москву, им очень активно начали препятствовать. Это первое. Но второе, более серьезное, это то, что команда Плохотнюка осмелилась поставить вопрос, не только поставить вопрос о выводе российского контингента с Приднестровья, но поставила этот вопрос в Организации Объединенных Наций. Я много раз разговаривал с экспертами России, которые очень близки к Кремлю. И когда я спрашивал, что вы хотели бы в Молдове, и сам начинал им предлагать. Ну вот смотрите, команда Плохотнюка против вступления в НАТО. Окей? Окей. Команда Плохотнюка за нейтралитет. Окей? Окей. Команда Плохотнюка готова обсуждать проблему с русским языком. Только обозначи, в чем вы видите проблему. Окей? Окей. Команда Плохотнюка готова обсуждать вопросы, где нарушаются права российских граждан, которые проживают в Молдове. Окей, окей. Ну, говорю, а команда Плохотнюка только хочет одного, чтобы вы вывели контингент. Окей? Об этом не может быть и речи. Русская армия, даже один солдат, но она будет стоять вечно в Приднестровье. Ну, один это я утрирую. Это давление на Украину, это давление на Молдову. Это символическое стояние. И вот это на эту символику Российской империи, которая как бы, ну, действительно, там можно найти скрепы, политокровью, сувору и прочее, прочее, посягнула команда Плохотнюка. Это вызвало страшное недовольство в Москве. Как это повернуть назад, я не знаю. Я тоже сторонник вывода этого контингента, но как решить проблему с Москвой? Понятно. Только маленький нюанс по поводу Демпартии НАТО. Когда в прошлом году открывался офис НАТО в Кишиневе, это при наличии Центра информирования НАТО, который существует. Знаете, когда открывался офис НАТО, почему-то там выступал премьер-министр. А что страшно, это же не военный офис, это дипломатический офис НАТО. Да, конечно. Здесь, знаете, сколько военных? Но это дипломатический офис НАТО. Но это как бы дипломатический офис НАТО. Понимаете, что партнерство ради мира существовало без всякого офиса. Ну, по Афганистану Россия сотрудничала с НАТО, сотрудничала активно. Базы давала, чтобы могли подлетать к Афганистану. Да, учились вместе. Что тут страшного? Я не вижу ничего страшного. НАТО имеет определенные программы по Молдове, помогало какие-то гербициды и прочее-прочее уничтожать и так далее. Мы же, это разные вещи. Вступление в НАТО и сотрудничество по каким-то... Воронин посылал в какие-то миротворческие операции. Дело в том, что да, вот были метропольские операции, были гуманитарные программы. Вот сейчас вот я сколько-то не смотрю. Никаких гуманитарных программ. Когда вот речь зашла об открытии этого офиса... Кстати, и российские десантники в Пришине тогда были, помните, рапорт, когда они взяли, это тоже с НАТО была совместная операция. Иногда, понимаете, ну давайте исходить из таких вещей. Соединенные Штаты Америки, да, узловая страна НАТО. Но мы же воевали вместе с Соединенные Штаты Америки против фашизма. Почему мы делаем из них врагов? Александр Александрович, ну это все понятно, понимаете, но когда в условиях, когда, значит, большинство населения против вступления в НАТО, ну скажем так. Ну хорошо. И, понимаете, и делать демократов чисто в этом вопрос, потому что этот вопрос, он важен для наших российских партнеров именно, понимаете? Может быть, он меньше, может быть, он меньше важен даже для нас. Но просто делать из демократов в этом отношении белых кушеток не стоит. Офис НАТО впервые открылся в России, а не в Молдове. И сотрудничество с НАТО наладо. Центр информирования. Более того, ни один, я имею в виду на уровне руководителя Молдовы, не говорил о вступлении Молдовы в НАТО, а руководитель России Владимир Владимирович Путин сказал, что Россия не просьба была бы вступить в НАТО. Ну, он добавил, что они тогда очень сильно напряглись. Ну, какая разница, он делал такое предложение, и это почему-то никого не возбудило особо в той же России. Когда это было, и возбудило было. Ну, какая разница, когда это было? Это было. Так же, как он обещал, и не никогда это все на возрасте. Я не думаю, что у нас вся история связана исключительно с выводом российских войск в Приднестровье. Путин это говорил тогда в том контексте, что все-таки он знает, что это структура, которая создана против, геополитическая структура. Он это говорил, он рассказывал в интервью американскому известному журналисту, но он это рассказывал в контексте того, что никогда их не возьмут, потому что, в принципе, и он знает какие-то нюансы. И Молдову не возьмут, потому что мы разделенная страна, и у Украины будут большие проблемы, хотя они в Конституцию записали вступление в НАТО. Ладно, хотелось бы обсудить еще очень интересный вопрос. Значит, совсем недавно прошли выборы в Европарламент, и пресса, анализируя итоги этих выборов, она пишет следующее. На выборах в Европарламент европейский избиратель отвернулся от традиционных тяжеловесов европейской политики. Правоцентристских и левоцентристских блоков и в пользу экологов, крайне правых и либеральных партий. Господин, госпожа Семенова, насколько правдивы эти выводы, если говорить о, о чем они свидетельствуют, если говорить о предпочтениях электората Евросоюза? В смысле правдивы? Они не могут быть неправдивы, потому что существуют цифры, которые это показывают. Да, но о чем они вам говорят? Скажем, мне о чем они говорят? Они говорят только о том, что сколько там процентов? 23%? 30%? Что? Взяли вот эти вот правые партии националистические? Нет, гораздо меньше. Меньше? Значит, я просто по странам. Я по странам. Правильно. Это Италия, значит, во Франции 28, по-моему, и 56 в Венгрии. Орбан. Вот. Меня вот, честно говоря, то есть, ну не то, что пугает, немножечко напрягает, потому что если эхо докатится до нас, то это не очень хорошо, потому что, ну не хорошо вообще для нашей территории вот такие вот вещи вообще, в принципе. Ну, например, господин Настасий очень приветствовал и ликовал после оглашения результатов выборов в Европарламент. Он даже вот написал, что он уже ведет переговоры с евродепутатами по вопросу о рунге, чтобы граждане стран Восточного партнерства могли разговаривать с ЕС дешевле. И также он отметил, что ведет переговоры о возможности молдавских граждан передвигаться в страны ЕС с водительскими правами, выданными в Республике Молдова. То есть практически каждый день один из сопредседателей блока АКУМ, экс-блока АКУМ, дает комментарий на эту тему. Ну, он, собственно, не скрывал своих унянинских настроений. А что он еще должен был сказать? Он так и сказал. То есть вы считаете, что для Молдовы это крайне негативный знак? Ну, с моей точки зрения, понимаете, что потом, что еще вот эти выборы, скажем, в Молдове, меня поразила достаточно высокая активность населения, людей, которые голосовали. Потому что я первый раз не освещала выборы вообще никакие, связанные с румынскими паспортами, скажем так. И я прямо, я просто удивилась очень, что 38 тысяч человек, это, в общем-то, достаточная цифра такая. 38 тысяч, да? И более того, значит, те, кто не успели проголосовать, почему-то вчера устроили флешмоб. Кто им виноват был, что они там в воскресенье не подсуетились, понимаете? Вот, то есть меня порадовало то, что, не знаю, насколько, то есть меня порадовало, но мне вот говорили, что это тоже достаточно сложно, что поднимают голову зеленые, потому что все-таки проблемы экологии решать надо, это назрело. И, как я читала, у аналитиков некоторых, они считают, что сейчас будет очень сложно принимать вопросы в Европарламенте, потому что он такой фрагментарный, очень пестрый. Что касается Молдовы, то у Молдовы появились там защитники. То есть появилась больше, в том числе, Троян Бесецку, который вот любит сюда приехать. Ну, у господина Лянки есть шансы все-таки еще попасть туда, он четвертый все-таки был в списке. Ну, я вам должна сказать, что если господин Лянка туда попадет, то, во всяком случае, знаете, как-то немножечко приподнимет статус страны, потому что у нас никогда не было Европарламентария вот от нас. Хотя он тоже не от нас получается, он же от Румынии получается. Нет, мы все от Румынии, были там, Пензару, кажется, были. Ну, наш соотечественник, как-никак, это возлагает какие-то надежды на то, что все-таки будут какие-то привилегии. Вы, господин Андреевский, как считаете, вот нынешняя расстановка сил Европарламента, как скажете? Сложный, но самое главное, то, что как бы все отмечают, это не стал парламент евроскептиков. То есть там большинство, которое прошло, они хотят, да, реформировать Европейский Союз, но не закрывать этот проект. Безусловно, будет гораздо сложнее договариваться, потому что раньше как бы консерваторы и левые между собой могли договориться и все вопросы решить. А сейчас надо будет учитывать интересы различных партий, различных групп. Действительно удивила вот такая победа зеленых с Германией. Это, кстати, в Германии всех очень сильно удивило. Но это тоже, мне кажется, интересная такая тенденция, потому что, ну, особенно вот в европейских странах, очень серьезно обращают внимание на экологию, в отличие от нас. То, что касается, вы зачитали Настаса, это просто смешно, он там ведет переговоры. Это, знаете, как там 2-3 депутата, с которыми он ведет переговоры. Господин Андреевский, они ликовали, они заявили, что снова победа. Не, я имею в виду по роумингу и так далее. Дело в том, что эти вопросы давно обсуждаются между восточным партнерством, по роумингу, по остальным и Европейским Союзом. Эти вопросы в повестке дня. И не надо лезть в эту тему. Есть возможность помогать, воздействие помогает. Но, поверьте, не от него зависит это решение. Или, тем более, не от европарламентариев. Это разговоры ведутся на уровне комиссаров ЕС. А вот кто будет в руководство, попадет, вот это очень, безусловно, интересная тема. И для нас она очень важна. Ну, как вы считаете, в этом контексте, имея вот такие, пока еще, может быть, иллюзорные исходные данные, как вы считаете, как будут все-таки связываться, основываясь на итогах этих выборов, взаимоотношения ЕС и Молдовы? Повлияет ли как-то вот эта расстрендовка сил на этот процесс? Нина, я сейчас скажу, а вы потом вырежете с прямого эфира то, что я скажу. Честно говоря, мне уже наплевать, как будут связываться. Мы что, наконец, не понимаем, что все, что в Молдове, зависит от того, что мы тут сделаем. Ну, никто, ни Россия, ни Европейский Союз, ни американцы не сделают за нас ту работу, которую мы должны сделать. Понимаете, на самом деле есть определенные... Да, нам надо поддерживать хорошее отношение с Брюсселем, с Вашингтоном и с Москвой. Но все на нас смотрят, как... Извините, я это слово употреблю, потому что оно сейчас более широко. Слово, как мудаков, которые ждут, что кто-то придет и начнет решать наши проблемы. Козак, Хан, какой-то американский сенатор и так далее. Я вот был в Беларуси и восхищался там дороги, много зелени, чистота, красивые дома и так далее. Но меня одно поразило, я сказал коллеге, который был, ты обратил внимание, какие машины? Он говорит, да, по сравнению с Молдовой, паршивенькие машины бегают. Потому что... А почему у нас хорошие машины? Потому что у нас много воруют. И вот эта проблема, которая... Кто за нас порешает эту проблему? Кто за нас тротуары это сделает, по которым... Вот я любитель пеших переходов, каждый день хожу. Кто вырубает деревья у нас в скверах и так далее? Причем я как-то по наивности еще считал, что это только на дрова, там, маленький бизнес. Оказывается, масса этих деревьев идет на мебельные фабрики. Это большой бизнес. Что, никто не замечает, что творится? Я уже не говорю о других проблемах, которые есть в стране. Поэтому, знаете, я сейчас... Кто там будет в парламенте? Кто не будет? Меня интересует, кто станет мэром Кишинева. И не дай бог мы снова по политическим мотивам будем выбирать. Будет, кажется, у нас примары районные, секторальные. Кто станет этими? Болтуны, бла-бла-бла-бла. Или люди, которые что-то будут делать. Меня интересует, кто станет премьер-министром. Кто станет министрами. Кто, что будет по этим направлениям делать. Сохранятся ли те программы, которые вот три года последние. Или мы все это поломаем и будем вообще там говорить только о политике. И так далее. Вот это сейчас интересует. Я понимаю, я, может быть, погорячился. Важно там то, другое. Это какие-то деньги, какие-то проекты для Молдовы. Но перестанут давать, если увидят, что мы ни черта не делаем. Госпожа Семенова, вы хотели бы что-то добавить? Нет. Вот тут я согласна полностью. Я благодарна вам за интересную беседу, за участие в сегодняшнем эфире. Время нашего эфира, к сожалению, подошло к концу. Дорогие телезрители, напомню, что в прямом эфире была программа «Главная». Сегодня мы текущую политическую ситуацию в стране обсуждали с гостями студии, с Виталием Андреевским и Юлией Семеновой. И желаю вам хорошего вечера. Впереди вас ждет много интересного. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова